Началось заседание с минуты молчания по погибшим, находившимся на борту Ту-154. Глава района особенно остановился на тех трагических событиях, которые происходят сейчас в мире. Убийство российского посла в Анкаре, наезд террориста на рождественскую ярмарку в Берлине, расстрел полицейских в Дагестане. Как подчеркнул Андрей Иванов, сегодня Россия – это одна из первоочередных целей для террористов. Поэтому сейчас, как никогда, стоит быть особенно бдительными. Впереди у нас новогодние рождественские праздники. Это всегда дни, когда террористическая опасность очень высокая. В этом году она особенно высока. Вы все сами видите, что происходит в мире. Мы не случайно собрались сегодня в таком расширенном составе, помимо глав поселений, чиновников и руководителей правоохранительного блока, мы пригласили на заседание и представителей бизнеса. Речь идет о сферах торговли, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Как доложил начальник межмуниципального управления МВД России Одинцовская, полковник Алексей Школкин, обеспечением правопорядка и безопасности в празднике будет заниматься весь личный состав. Это 1200 сотрудников полиции. Кроме того, в патрулировании будут задействованы подразделения Росгвардии. Дополнительные 20 экипажей выделит и ГИБДД. Все выезды, организованные с группами детей, без сопровождения сотрудников полиции, как внутри района, так и за пределами района, полностью запрещаются. Уже у нас были прецеденты, когда, в принципе, несмотря на то, что уже неоднократно руководство на это указывало, говорило, предупреждало. У нас есть действительно печальный опыт в других регионах, когда в результате ДТП большое количество детей погибло. Но, сами знаете же, есть другой опыт, когда сотрудники полиции, сопровождая автобус, увидели, когда фура выскочила на встречное движение, захоткнул водителя. И тогда полицейские только пострадали, но они спасли, в общем-то, весь автобус детей. Поэтому, в любом случае, без сопровождения выезды и перемещения запрещаются. Особое внимание в преддверии праздников силовики должны уделить возможным нарушениям миграционного законодательства. Глава муниципалитета добавил, что необходимо взять под контроль гостиницы, отели, сдаваемые в наем жилье, подвалы ТСЖ, возможные резиновые квартиры, где могут проживать иностранные граждане. Обо всех нарушениях и выявленных мигрантах следует незамедлительно информировать полицию и ФСБ. На постоянном контроле органы местного самоуправления правоохранители должны держать и объекты транспортной инфраструктуры. В частности, до 30 декабря необходимо провести дополнительные инструктажи для работников предприятий, связанных с пассажироперевозками. Ряд поручений касался и сферы потребительского рынка. Глава муниципалитета подчеркнул, что комплекс необходимых мероприятий должен быть проведен всеми субъектами в сфере торговли, общественного питания и услуг. В совместном с представителями полиции будут организованы рейды по торговым объектам для выявления нелегальных мигрантов и фактов незаконной торговли. В завершение заседания глава района попросил уделить пристальное внимание крупным новогодним ярмаркам, наличию их организаторов всей разрешительной документации и принятым мерам безопасности. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».